привет привет народ всем привет вот сегодня у меня только голова на экране моя потому что речь пойдет о том что как охренел youtube как алгоритмы которые они туда заправили в эти вот свои анализаторы не дают людям так сказать спокойно заниматься своим творчеством и главное спокойно не оглядываясь на какие-то ненормальные оговорки выкладывать его в интернет и в общем чувствовать себя свободно с тем что ты сделал сам вот вот наглядный пример вчера ночью у меня был стрим значит сегодня у нас 29 сентября 28 в ночь нас 28 на 23 авиатая сентября я не знаю когда ты будешь смотреть это видео в ночь 28 на 29 сентября 2021 года у меня был стрим в котором я поиграл под такой блюз-рок стабильный такой обычный простой блюз-рок который любой пацан может под бэкинг трек который похож на все подряд и я так понимаю что не к бэкинг треку были претензии а именно к тому что я наиграл именно на гитаре то есть мелодической линии вот как там эти алгоритмы чего они там но бэкинг трек сам по себе любой пацан может в гараж бэндина стучать за пять минут потому что это типичный обыкновенный блюз-рок вот пожалуй может сейчас послушаем вот и в общем можно пойти на стрим на запись если мне ее не удалят она там сохранится вот а выглядит такая предъява на ютюбе вот таким образом я не знаю кто из вас с этим сталкивался предъява на ютюбе выглядит вот так значит вот это видео и написано что есть жалоба прижал вот при вот она блюз-рок со слайдом на гитаре вот когда я навожу мышку на окошко с жалобой у меня на надпись что есть жалоба у меня посвечивается подробнее я нужно не нажать и у меня появляется вот такой этот самый экранчик с предложением что-либо с этим сделать то есть мне дают как бы право выбора я могу выбрать что с этим сделать и самое интересное тут ну можно мне предлагают сразу вырезать этот кусок то есть вот так вот вот этот кусочек он отмечен белым кирпичиком и его можно вырезать видео обработается там будет склейка без вот этого куска к которому алгоритмы ютюба нашли что он такой же как в какой-то сраной песне значит давайте посмотрим что тут написано правообладатели латин аутер перформ какой-то т т т т пир мюзик юниано бразилейра дель идиатро де мюзика юбм юбим бим джи латин аутер перфор перфрайтс манаджмент юэсэй бог знает шок не знаю кто такие вполне возможно что это все все они законные правообладатели некой мелодии на которую я наиграл что-то что оказалось похожим какая вообще связь почему я не могу импровизировать и каким-то образом случайно совпасть тем более давайте сейчас послушаем это вообще смех как алгоритм ютюба смог увидеть в том что я там наиграл хоть какое-то на что-то сходство это бред какой-то собачий песенка называется кук кук блюз давайте послушаем сейчас что же там мы услышим то вот она вот этот кусок который они оспаривают ну и далее все в таком же духе значит я думаю что это видео все таки останется на ютюбе мне кажется что это видео потому что они не они сказали что она не не повлияет на мой канал как бы его закрывать не будут но я не сми недоступна монетизация но тут не в монетизации дело я тут говорится на этом миллионы не теряю и это не мой источник дохода в общем то может быть когда-нибудь и будет но пока нет поэтому мне начхать насрать на вашу ютюбную монетизацию понятно youtube тебе понятно начхать мне на твои копейки которые мне все равно пока не светят вот но тут дело в другом дело в том что это вообще стандартные блюзовые ходы которые любой человек который вот надел слайд на мизинец и учится играть блюз слайдом играет с этого начинают учить блюз где вы нашли какое-то сходство с какой-то песней какой композитор где нотами написал вот эту вот эту хрень которую я наиграл я набрал к просто от фонаря то что играют все стандартные блюзовые ходы как можно здесь предъявить какие-то авторские права youtube ты охренел в конец что ли что это такое за алгоритм у тебя это уже как на за это такой перехлёст чушь собачий это уже какие-то коммунистическая пропаганда блин это похоже на бред собачий вот такие вот дела в общем короче это моя эмоция всплеск такой мой эмоции но я думаю что может быть кто-нибудь кто посмотрит это все и так сказать от отвлечется от моих от моей естественно артистической эмоциональности потому что меня просто по рукам бьют за то чего я не делал грубо говоря это бред собачий это несправедливость и я эти вещи в очищаю кожей мне это просто бесит вот но еще больше меня бесит что там не к кому обратиться то есть ты можешь подать апелляцию что я и сделал я написал апелляцию я написал что это импровизация и что здесь нет не используется эта песня это я сам придумал но вряд ли они согласятся ее одобрить эту апелляцию поэтому мне предложено вырезать этот кусок хрен тебе собачий youtube не буду вырезать я еще десять раз такое видео сыграю таким такой же авторучкой вместо слайда понятно вот так вот все и как бы это это бред вот пожалуйста нейросети эти ваши гребаные нейросети вот к чему они приводят к тому что тебя бьют по рукам за то чего ты даже не подразумевал сделать случайно слайды по пентатонике похоже на какую-то песню которую кто-то зарегистрировал что теперь вообще не играть не импровизировать или не сочинять все равно где-то что-то все одно что-то похоже не бывает такого что музыка была совсем не похожа ни на что такого уже давно не бывает и никогда не будет ну в общем это мои всплеск моих эмоций но вне тем не менее в них есть вот эта мысль о том что алгоритмы всевозможные и нейросетевые технологии могут нас загнать в дебильные совершенно ситуации против которых человек даже и сделать толком ничего не сможет вот на самом то деле потому что не с кем разговаривать это тупой алгоритм который сказал нет у тебя похоже на это пошел нахер все тебе нельзя это чушь так быть не должно вот такая моя мысль все ну а так посмотрите потом это видео оно будет на на канале премьера будет сейчас скажу когда я его еще выложу фейсбук короче вот а пример во первых это фрагмент стрима вчерашнего на канале то есть заходите посмотрите за одной стрим там было интересные разговоры по поводу того почему гитара самый популярный инструмент почему она доступна всем и так далее были рассуждения на эту тему вот и там было несколько интересных моментов в когда я джимовал то есть было вот прям кое-что было такое на меня понесло и было что-то было нечто интересное так что увидимся все всем спасибо за то что меня выслушали и поняли я вас всех очень ценю спасибо вам большое